Ребята, привет из субботицы! Я только что прибыла сюда и уже иду заселяться в свои апартаментики. Безумно болит голова из-за смены погоды, но впереди классные два денёчка. Посмотрите на вот эти здания. Кажется, что как будто они такие очень-очень старые и возможно здесь была какая-то фабрика. Почему-то есть такое сильное ощущение, что вот здесь уже вовсю прям осень. Хотя это конечно же конец сентября, но вот в Белграде почему-то ещё ощущается лето. Температура вроде бы одинаковая, но вот здесь прям такие тучи, очень-очень пасмурно. И мне кажется ещё немножечко дают здания, которые здесь. И они такие прям серьёзные, громоздкие и выглядят бассейнами. Вот мне нужно идти прям вот туда, вот в самый центр. Так, ребятки, заселилась я уже в апартаменты в субботице. Это чистейший коллаб, так как вы знаете, что у меня есть блог, кто знает, не знает. И я решила, почему бы его не использовать и не, так сказать, найти какие-нибудь связи. Поэтому вот эта вот квартирочка в центре субботицы, это строго на мои доходные от блога. Я хочу вам показать небольшую такую экскурсию по нему. Квартирка небольшая, но здесь есть всё, что нужно. Здесь вот зона, где можно отдохнуть, посидеть, посидеть телевизор. Окошки выходят на проезжую часть, но она достаточно такая тихая. И вот как бы здесь рядышком прям центр, то есть в центре. Кровать, небольшая зона кухни, джакузи. Ребята, вот это вот, это просто кайф, реально. Здесь душ, в принципе, ничего интересного. Небольшая такая кухонька, в которой тоже всё, всё, в принципе, есть. Есть сахар, есть кофе и есть, что у нас, посуда. И как бы, ну, этого достаточно для меня, например. Я не знаю, но мне кажется, мне будет интересно посмотреть, как выглядит этот подъезд. Потому что, ну, он какой-то такой необычный для меня. Ну, во-первых, здесь есть вот такие вот окошки, лестница необычная. На это мы смотреть не будем, но вот эти вот шкафчики, они просто супер-классные. И здесь ещё есть внутренний дворик. И, ну, как бы кухонька, да, вот тут тоже. Странненько, но это так. Вот это красота! Вы видите это? Вот это вообще как будто кукольная. Так, подойдём ближе. Мне тут, значит, рассказывали, что в Субботице есть очень красивый Макдональдс. И я решила, а почему бы это, собственно говоря, не причина, чтобы приехать в Субботицу и посмотреть на этот классный Макдональдс. Сейчас как раз мы к нему пойдём. Вот он, вот он, вот он, вот он уже заглоб. Ребятки, ребятки, нас отделяют просто два шага от Макдака. Кто бы мог подумать, что когда я буду в Сербии, буду идти в Макдональдс? Я тоже никогда в этом не думаю. Так, я уже тут нашла местечко, где присяду. Рассказывает здесь реально очень красиво. Стандартный набор, картошка фри и чинтелье. В принципе, всё как в Макдаке, чувствует макдаковская еда. Я пришла забежать в магазин, чтобы что-то попить себе на завтрак. Посмотрим, что здесь есть. Да, в принципе, всё то же самое, что и у нас в Белграде. Всё то же самое. Так, знаете, я делала с кашами. Вот они, эти мои прекрасные каши. И взять себе на завтрак что-нибудь, что у нас тут есть. Сандюшка. Вот это вот прикольно, мне нравится. О май гад. Как я обожаю эту кафешечку. Она настолько уютная. И здесь всё так круто-круто прям расположено. Сегодня приехала Дарья к нам. Вот. Я так и сгадусь на этой уютной кафешке. Ну так, начнём с блинчиков, с кофеёчка и с рассмотрения субботицы. Наконец-то, наконец-то. Заказали блинчики. Вот такие шикарные блины. Что у нас здесь? Орешки. У нас здесь нутелла. И что-то ещё, по-моему, да, Даш? Шлак. Шлак. Вот эта вот штучка. Никогда не понимала, почему так его называют. Это ужасно, на самом деле, название. Но да, это вот такой крем-сливки. Супер-супер завтрак. Субботица. Дарья, вы довольны? Вы довольны? Не очень. А вот что? Да, я это уже... Уже... Ну, ничего, сверхъестественно. Но зато мы сидим в красивом месте, как бы. Простите. Да, но он такой. Мотноватый. Может быть, здесь мука просто гречевая. Как будто здесь тесто интегральное. Как мне кажется. Вы только посмотрите на эту мощь. О май гад, ребята. Посмотрите, какая она красивая. Вот это вот куполища какие. Боже мой, она выглядит просто потрясающе. Была здесь два раза и никак, вообще никак просто успевала попасть во внутрь, потому что я всегда приезжала в выходные, и она как бы не работает в выходные, она закрыта. Сейчас случится час икс. Так, ребятки, следующая у нас точка посещения Винарии Звонка Богдана. Это одна из самых таких популярных и самых, по моему мнению, самых крутых винарий, виноделин. Очень-очень красивая. Я уже раз была в ней, два года назад, и экскурсия была просто потрясающая. Причем многие этикетки, их даже рисуют. Конечно же, я взяла от того самого друга, который портит все видео. Это Дарья, которая постоянно все есть. Даша, ну что это? Что ты предлагаешь, мне нет с собой салфета? Нет, взять мою рубашку. Просто мы прерываемся на техническую паузу. У меня убрана черная лямка. Да, у тебя убрана черная лямка. Даша постоянно что-то находит. Сегодня нашла виноград и вымазалась вся, поэтому я забрала ее вещи. Да, да, вот эта замечательная винария. Вон там, далеко. Винария Звонка Богдана. Это Дарья, которая только что оттерлась от винограда, с местных полей объедала. И, собственно говоря, винограднички. Пока Виктория держит путь на винарию, Дарья у нас продолжает объедать посевы винограда. Поэтому, если в Сербии вдруг не будет вина, либо останется виноград плохого качества, вы знаете, кого винить. Вот, вот эту девушку, которая идет сзади. Пожалуйста. Все лучшие сорта уходят вот сюда. Надеюсь, у меня не штрафа музыка. Я тоже надеюсь. Блин, очень хочется попробовать виноградик. Посмотрите, сколько здесь виноградников. Офигеть просто. И здесь тоже виноградники. И я виноградник. И Даша, которая растырила виноград. Так, никому, пожалуйста, не рассказывайте. Но он реально очень-очень вкусный. Можно? Очень вкусный. Спасибо. Слушай, может, нам уже не нужна дегустация, в принципе? Я еще и муху закусила. Вот это очень интересный момент. Это называется 8 тамбурашей. Почему интересно? Потому что одно из свин у звонка Богдана как раз называется 8 тамбурашей. И вот эти все красавчики, которые здесь стоят и играют. Это очень интересно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В описании к видео оставлю все важные ссылки, где остановиться, что посмотреть, как добраться и что попробовать. Пока-пока!